В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Портал исправим вместе. Что это такое? Дом в центре Рязани лишился кровли во время капитального ремонта. И в Рязанской области продолжаются 15-е региональное соревнование кинологов. С недавнего времени в Рязани начал свою работу портал под названием «Исправим вместе». Суть его такова, что каждый неравнодушный гражданин может скинуть туда фотографию и описание места на карте города, где необходима адресная помощь. Будь то ремонт дороги или замена ламп уличного освещения. В дальнейшем эти запросы рассматриваются управлением благоустройства и буквально в режиме онлайн. Горожане могут проследить, исправлены ли недочеты. В администрации города сегодня прошел брифинг, на котором журналистам рассказали о портале более подробно. Интерактивный портал города Рязани «Исправим вместе» – простой и удобный инструмент для прямого взаимодействия граждан, чиновников, общественных организаций и муниципальных служб. Он создан для улучшения города, создания и реализации новых идей, контроля эффективности инфраструктурных изменений в Рязани с помощью современных технологий. Портал «Исправим вместе» – это многофункциональный инструмент, благодаря которому каждый житель сможет заботиться о благоустройстве города, оперативно решать проблемы, наблюдать за работой муниципальных служб и властей. Любую проблему по предлагаемым темам вы можете зафиксировать с помощью телефона или фотоаппарата, описать и отправить на сайт. Она будет передана для решения ответственной организации. «Интерактивная карта сейчас будет работать в тестовом режиме. Поэтому мы собираем все предложения по ее совершенствованию. Мы сами посмотрим, как она будет работать и, возможно, будет выносить какие-то дополнения и изменения. Может быть, будет разрабатывать какие-то другие приложения, которые позволят более мобильно общаться с населением». Важное правило – одно сообщение решает одну проблему по одному адресу. В дальнейшем качество работы портала будет улучшаться. Опять же, не без помощи, а самих горожан. В конце концов, кто, если не мы, можем улучшить качество нашей жизни? Нынешнее лето стало временем бедствий для некоторых жителей города. Дом в центре Рязани лишился кровли во время капитального ремонта и пострадал от дождей. Рабочие разобрали старую крышу и из-за отсутствия строительных материалов прекратили работы. Жилые квартиры уже оказались затоплены летними дождями. Сроки окончания работ, по информации фонда капремонта, октябрь этого года. Тазики, ведра, беготня по ночам. Сейчас это привычная жизнь жителей дома номер 59 на улице Горького. Днями и ночами напролет люди собирают воду, проникающую им в квартиры. Всю ночь, когда шел дождь, не спали, только тазики уносили и много что намокло. Настроения никакого. В первом подъезде пролинул все вплоть до второго этажа, потому что над квартирами остался только потолок, крыши нет. Как выяснилось, в доме недавно начался капитальный ремонт крыши. По словам жильцов, через какое-то время подрядная организация по неизвестным причинам остановила работы. Они сняли кровлю, то есть вот видите склад досок, старых досок. Но потом у них что-то пошло не по плану. Говорили по-разному, говорили, что им деньги не доплатили. В общем, они исчезли, как раз вот начались дожди. Они обмотали пленкой крышу, остатки крыши и уехали на неделю. Как раз, когда было самое солнце, когда можно было все это делать, они уехали. После того, как жители дома начали обращаться с жалобами о протечках крыши в ЖЭУ и к властям города, ситуация начала меняться. По словам жильцов, подрядная организация была заменена. Вторая бригада, дали хорошую бригаду. Они стараются то, что первое натворило, как-то вот убрать протечки эти, потому что дожди идут каждый день. Вот. Но на данный момент у меня все сделали. Ну, то есть не течет? Сейчас не течет. Крыша дома сейчас представляет собой своеобразный парник. Она защищает потолки квартир от дождя посредством гидроизоляции. Ремонт крыши продолжился. Большую проблему в работах, по словам действующей подрядной организации, составляет тот факт, что ремонтируемый дом вплотную прилегает к новому строению. Вся вода с нового дома течет на старый. Ливневка общая. Она не справляется с объемом воды, которая в результате застаивается на крыше старого дома. Но даже если вода и попадает на землю, то оказывается даже не на асфальте, а в глубокой яме, которая возникла в результате пристройки нового дома к старому. Оттуда вода проникает прямиком в цокольные этажи дома номер 59. Для того, чтобы снять эту проблему, мы приняли решение полностью конструктив крыши сменить. И двухскатная крыша сейчас будет вестись до стены вновь построенного здания. Поэтому проблемы с производством работы и, соответственно, с графиком сейчас сдвинулись. По словам главного представителя подрядной организации, она не менялась, а действовала здесь с самого начала. Что расходится с мнением жильцов. Хотя бригадиры, в данный момент выполняющие работы признаются, что трудятся на объекте не больше трех дней. Правда, в этой ситуации у каждого своя, но это уже не влияет на результат. Все работы, производящиеся по этому адресу, теперь находятся под строгим контролем Общероссийского народного фронта. Именно благодаря этой организации проблема дома номер 59 на улице Горького была обозначена, получила огласку и теперь здесь все становится на свои места. 20 июля на улице Советской Армии произошло столкновение маршрутного такси с КамАЗом. ДТП случилось на регулированном перекрестке. В результате удара 59-летний пассажир маршрутки выпал из салона на тротуар. С травмами головы он был госпитализирован в больницу. В происшествии также пострадал 16-летний юноша. Ему была оказана медицинская помощь. По данному факту дорожно-транспортному происшествию проводится проверка, все обстоятельства выясняются. Несмотря на убеждения правозащитников, большая часть населения выплачивает коммунальные услуги вслепую. На что идут деньги, какие услуги нам должны предоставлять, мы чаще всего не знаем. Чтобы наконец понять, как расходуются суммы, ежемесячно утекающие из наших карманов, необходимо заключать договоры с ТСЖ. Но на практике воспользоваться своим законным правом оказывается совсем непросто. Мысль о том, что назрела острая необходимость заключить договор с ТСЖ, возникла у жителя дома 21 по Вишневой не случайно. Полгода назад поднялись тарифы на коммунальные услуги, но сделано это было без ведома жильцов, без проведения общедомового собрания. Прокуратура написала, что отправляет эту жилищную инспекцию. Жилищный инспектор такой мне климатюбрил. Вот я им сейчас хотел только сегодня написать ответ. Такая гадость. Потому что меня не спросили, когда приезжали, а СТЖ им сказал, в октябре будет собрание собирать. Я хотел написать, по какому вопросу они будут собирать в октябре. Это делается в первом квартале, после финансового года. Собирается собрание, как положено. Почему этого не было? В ТСЖ нам пояснили, что тарифы не завышенные, а общегородские. И в случае необходимости готовы заключить с Николаем Беловым договор. На настоящий момент по жалобе, отправленной Николаем Беловым в жилищную инспекцию, в ТСЖ проводятся всевозможные проверки. Чтобы таких недопониманий не возникало, договор об оказании услуг заключать просто необходимо. Вы будете знать, за что платите деньги. ТСЖ не будет подозреваться в нагревании карманов. В ассоциацию потребителей обратились жители улицы Вишневой. В одном из ТСЖ на данной улице сложилась ситуация, при которой люди не могут заключить договор, им отказывают правление. И не предоставляют сметы на оказание услуг. Отсутствие сметы лишает потребителей возможности получить полную достоверную информацию об объемах и стоимости услуг. Делается возможно это умышленно, чтобы люди не имели возможности правильно производить расчеты. И если подобное происходит, я рекомендую обращаться с жалобой в прокуратуру Московского района, в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области, которая расположена на улице Липнихта-18, и в том числе управление Роспотребнадзора по Рязанской области. Николай Белов, выразивший желание заключить договор с ТСЖ, случай единичный. В большинстве ситуаций горожане платят деньги, не задумываясь о том, на какие именно услуги эти деньги расходуются. Согласитесь, такое поведение можно назвать безответственным по отношению к собственному бюджету. В Рязанской области продолжаются 15-е открытые региональные соревнования поисково-спасательных кинологических служб Центрального регионального МЧС России. О том, какие навыки и умения демонстрируют спасатели и их питомцы, смотрите в сюжете. Спасатели и их четвероногие подопечные показывают свои навыки сразу на двух площадках. В дисциплинах поиск пострадавшего в техногенном завале и поиск пострадавшего в природной среде. Следующее здание будет уже более профессионально, сложнее, больше условно потерявшихся. То есть там уже следующий уровень. У меня самый первый, самый начальный. Чисто само понятие знают, не знают, умеют, не умеют. Наиболее сложным этапом считается поиск пострадавшего в техногенном завале. Это как экзамен, да, то есть учимся-учимся, тренируемся-тренируемся, а вот это экзамен, сдали они, да. Сейчас еще 11 участников следующих. Кто-то может сдать, да, кто действительно подготовлен, кто-то и не сдает, бывает такое. В этом здании два условно пострадавших человека, скрытые от глаз собаки и человека, ну, кинолога. Вот. И все, собака должна найти по запаху, определить, откуда этот запах выходит и показать, сказать об этом хозяину, кинологу. Хозяин уже говорит мне, что да, все, мы нашли. Еще один этап, который уже прошли команды, это поиск пострадавшего в природной среде. Кинологический расчет за 20 минут должен выполнить поисковую операцию в лесу. В зависимости от класса собаки, она должна найти от двух до четырех человек, площадь поиска также меняется. При этом запрещается работа собаки на поводке, спасатель-кинолог должен находиться в обозначенной зоне, но сохранять визуальный контакт с собакой. На третьей площадке кинологические расчеты продолжили выполнять упражнения проверка послушания и ловкости, которые включают в себя 11 упражнений. В пятницу в регионе весь день пасмурная погода и дожди. Гидромедцентр России сообщает, что в субботу циклона, точнее его атмосферный фронт, который приблизится к области вновь, перенесет ливни с грозами и порывистым ветром. Днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. В такую погоду особенно внимательными необходимо быть автомобилистом. Скользкие улицы Киномарки целуются Помятые крылья Несчастной любви Как поется в знаменитой песне российской рок-группы, скользкие улицы могут, конечно же, привести и к помятым крыльям не только за спиной влюбленных, но и автомобиля. Так вот, чтобы такого не произошло, необходимо соблюдать некоторые правила поведения за рулем вне погоды. Эти похожие на тропические ливни не отступят от нашего региона до следующей недели. Минуты отмечены Случайными встречными Но никто не ответит Что ждет впереди А вот чтобы все знали, что их ждет впереди, нужно каждому обязательно обозначить себя на дороге. В помощь вам противотуманные фары. В вечернее же время или ночное лучше пользоваться только ближним светом. Поскольку капли дождя на лобовом стекле сильно рассеивают световой поток. И фары встречного автомобиля могут ослепить водителя напротив. Второе. Дорожная пыль, мелкий мусор, грязь, ямы. Все это превращается в фантастического уровня опасный коктейль. Добавляющий скольжение и непредсказуемости автомобилю. Поэтому соблюдение скоростного режима, дистанции, концентрация внимания и сосредоточенность. Это то, что вам нужно. В опасных ситуациях главное удержать руль и выровнять машину, плавно поворачивая рулевое колесо в обратную от заноса сторону и избегая резкого торможения. Ну и конечно же, чтобы лучше видеть, что происходит прямо перед вами на дороге, будьте осторожнее при обгоне или параллельном движении с большегрузным транспортом. Иначе вы рискуете попасть под мощную струю грязной воды, которая может вылететь из-под другого транспорта и временно заполонить все ваше лобовое стекло, лишив возможности обзора. А уж если вы попадете под настоящий ливень, который сумеет не только намочить дорогу, а устроить на ней невероятно большие лужи, тогда обязательно помните, что ваше авто, скорее всего, не вездеход. Если иначе, вы, конечно, можете проверить неизвестные лужи на прочность, но это не рекомендуется. На дне может оказаться все, что угодно, от открытого канализационного люка, ямы до мусора, который просто-напросто может повредить авто. Рекомендуем искать наиболее безопасные пути движения во время проливных дождей. Удачи на дорогах! На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения вечера и летнего настроения, несмотря на дожди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова